Можно вас попросить, пожалуйста, сюда сесть, чтобы меня не косило? А то у меня косоглазие начинается, когда я проповедую. Пусть это место наполнится новыми людьми во имя Иисуса Христа. Мы верим в это, поэтому провозглашаем. Мы не просто провозглашаем, как попугаи. Мы об этом в четверг здесь говорили. Здесь очень мощное помазание сошло в конце служения. Я ползал на коленях здесь возле кафедры. Это было очень мощно. Не знаю, как кому, но мы говорили о том, что наша вера должна базироваться на Божьем Слове. Это не просто то, что мы себе придумали. Это не мнение какого-то человека. Это то, что сам Бог открывает нам через Своё Слово. Этим Словом Он сотворил небо и землю. И всё начало через Него быть. Написано, вначале было Слово, оно было у Бога, оно было Бог. И всё через Него начало быть. И ничего не начало быть без Него. И можно продолжить, что без Него ничего и не будет быть. Если оно через Него начало быть, то только в Нём оно может продолжать быть. И всякий, кто это понял, всякий, кто открыл своё сердце и начал в этом пребывать, он вкусил, как благ и милости в Господь. Если ты пережил, как это здорово, когда Слово Божье изменяет тебя. Зорин, можно выключить вот эти микрофоны на Штум? Ага, а то оно потом эхо даёт в камеру. Да, нам очень нужна вера. Но нам нужно Слово. И нам нужен сам Бог. Нам нужна не буква. Нам нужно не учение просто, не информация. Нам нужен живой Бог, который открывается нам через Слово. Тогда наша жизнь начинает преображаться в Его образ. Тогда мы по-настоящему начинаем быть счастливыми. Потому что мы превращаемся в того человека, которого создал Бог. И мы начинаем распознавать, для чего же Он нас создал. Для чего я вообще здесь? Понимаете, в чём заключается смысл моего бытия? Этот вопрос мучает миллиарды людей на этой земле. Они не знают, для чего они. Они ищут себя в одном, в другом. И они так вспыхивают, когда что-то новое пришло. Но через какое-то время приходит разочарование. Потому что это не настоящее. Потому что только Иисус есть Путь, Истина и Жизнь. Жизнь не просто в Нём. Он есть Жизнь. Жизнь не просто с Ним. Жизнь не просто с Ним. Знаешь, можно выйти хорошо, так замуж или жениться. За кого-то, кто красив, богат, обеспечит тебя. Будет за тобой ухаживать. И у тебя всё будет. Но если у тебя не будет Любви к этому человеку, ты будешь несчастен. Ты будешь несчастен. Вот так же и с Богом. Некоторые нашли Его. И Он может быть даже стал их Спасителем. Но они никогда не влюбились в Него. Потому что они никогда свое сердце туда не направили. Им просто нужно было исцеление, благословение, чтобы жизнь их наладилась. И когда они это получили, они удовлетворились, сказали, «О, окей, всё классно. Я уже не грешу. Я уже не раб зависимости. Я уже не раб болезни». И всё на этом. И они остановились. Это такое Заблуждение. Это такое большое Обман. Это Сатана, который пришел в этой форме. Потому что тебе нужна Любовь к Богу. Потому что тебе нужна Любовь к Богу. Когда ты по-настоящему станешь счастливым. Ты знаешь, Любовь, односторонняя, она всегда делает Друг несчастливым. Во-первых, кто любит, потому что он не видит обратную связь. И во-вторых, тот, кого любит, но он не любит. Понимаете, Бог нас сотворил, для того, чтобы мы любили. Он нас создал по образу и подобию своим. Он любит всех. И мы созданы, для того, чтобы любить другого. И когда у нас нет Объекта Любви, когда Любовь не истекает из нашего сердца, мы становимся несчастными. Может быть, ты этого не знал. Или может быть, это так было на подсознании. И теперь Бог тебе это открыл. И теперь Бог тебе это открыл. Аллилуйя. Слава Господу. И мы вот ищем Бога. Мы ищем себя. Павел говорит, я отлагаю все, что я приобрел в своей жизни. И стараюсь, стремлюсь к тому, чтобы мне найтися в нем. Не просто его найти, но чтобы в нем найти себя. Это и есть найти свое предназначение. Это и есть познать смысл моего бытия. Это и есть получить ответ на самый сложный вопрос в этой жизни. Понимаешь, когда у нас нет ответов на наши вопросы, это приносит мучения нашей душе. Вы со мной? Амин. Я просто проверяю, есть обратная связь. И вот мы многие воскресенья здесь рисовали духовную коронавирусу. Я постараюсь ее сейчас как можно коротко воспроизвести. Мы все это взяли из Писания. Это не моя теория. Это не я придумал. Это не я у кого-то научился. Это все мы взяли из Библии. Одно за другим. Многие недели мы пребывали в этом слове. Если ты хочешь подтверждения того, что я сейчас расскажу, библейское, то просмотри последние шесть проповедей, которые загружены на YouTube, и ты увидишь подтверждение каждой мысли, которую я сейчас озвучу. Я не могу это сейчас снова читать, потому что, ну, нам нужно идти дальше. Но чтобы пойти дальше, мне нужно, чтобы мы снова воспроизвели эту духовную картину. И так мы сказали, Бог создал Адама и Еву в Эдемском саду, в совершенной форме. В них не было греха. В них не было зла. У них была постоянная связь с Духом святым. И сам Бог-Отец посещал их в прохладе дня, имел с ними общение. Все было на высшем уровне перфекционизма, который создал Бог. Он сказал, хорошо, весьма хорошо. Однажды он сказал, перед тем, как он сказал, весьма хорошо. Один раз он сказал, нехорошо. Помните, что он сказал, что было нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. Вот, когда тебя посещают мысли, не надо ходить в церковь, не надо никому звонить, их напрягать, не надо открывать свои проблемы никому и так далее и тому подобное. Вспомни вот эту мысль. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Ему нужно быть в общении с другими людьми. Это Божий замысел. Против которого Сатана выступает в первую очередь. Отделить человека от общения со святыми людьми, с Божьими людьми, которых Бог уже взял в свою руку. К сожалению, у него так неплохо получается. Через разные мысли, через разные лживые убеждения, через людей, которые сами не имеют общения с Богом, не имеют общения с церковью. Через эту информацию дьявол бомбит просто каждого человека. Но нам Бог дал власть. Он сказал, если грех лежит у двери твоей, то ты должен господствовать над ним. Тебе дана власть. Это твое решение. Это твое решение. И все-таки есть у нас дети, да, сегодня? Я просто не видел. А, кто-то пришел. Окей. Заходите. Не стесняйтесь. И вот Бог создал все совершенное. И дьявол получил через змея доступ к Еве. Он пришел с такой мыслью, оправдали то, что сказал Бог, есть истина. На что он позарился, что он атаковал в первую очередь? Слово Божье. Истину, которую Бог дал Адаму как защиту. Понимаете? Защита Божья находится в Божьем Слове. Бог дал Адаму Слово и сказал, если ты съешь от дерева добра и зла, то смертью умрешь. Это была заповедь для защиты. Он не имел в виду, тебе нельзя это. В этом есть что-то хорошее, но я не дам тебе, потому что ты еще недорос дотуда. Он заботился о людях. И это слово было дано ему как защита. Но Ева не получила это слово от Бога напрямую. Бог говорил с Адамом. Адам сказал это Еве. Адам сказал это Еве. И Ева обольстилась, съела от дерева. И потом пришла к Адаму и дала Адаму и Адам ел. Адам не ел от Змея. Адам не ел от Еве. В этом заключается принцип как Зло проникает в жизнь человека. Оно не приходит в виде такого демона слова, который там бюшит, огнём, такой рога. Обычно это приходит очень незаметно и часто приходит даже в какой-то доброй форме, в чём-то хорошем. И Ева пришла и говорит, Адам, этот фрукт, он даёт знание. Ты представляешь, в этом есть какая-то польза. Она это услышала от Змея. И Адам поверил и ел. И вот грех вошёл в человечество. Через непослушание Богу люди потеряли божественное покровительство. Понимаете, в послушании заключено господство того, кому ты послушаешь. в Писании написано, в Римлянам, 6, 7 глава, что тот, кому мы предаём себя в послушание, то есть то, кому я слушаюсь и начинаю исполнять то, что он мне говорит, становится моим Господом. И вот Дьявол через Змея проговорил к Еве, и они сделали то, что он им сказал. В этот момент они потеряли господство над собой. они отдали господство Бога Дьяволу. А в господстве заключается вся власть. Человек потерял власть над землёй, потерял власть над демонами, потому что он послушался Сатану. И вот Бог говорит потом, находит Адама, который спрятался в кустах. Он говорит ему, Адам, где ты? Бог не знал, где находится Адам. Локально. Бог всезнающий, всеведующий. Он всё про всех знает. Но он спрашивал Адам, на какой территории духовной ты находишься. Адам, ему задал этот вопрос, чтобы Адам сам понял, куда он попал через это действие. И он ожидал от Адама Покаяния. Если бы в тот момент Адам сказал, Господь прости, я не послушался, может быть, всё бы изменилось. Но есть как есть, Адам не поменял своего мнения, Адам дьявольская природа уже взяла власть над ним, и он начал перекладывать Звену на Еву. Это она, ты же мне её дал, она меня накормила, значит не виноват. В итоге, да? Понимаете, когда мы кого-то обвиняем в своей ситуации, конечная Инстанция всегда Бог, когда мы ропщим, когда мы говорим, что вот мы в таких обстоятельствах, вот я так мучаюсь, мне так плохо, конечная Инстанция наших жалов находится у Бога. Потому что он же над всем, он же допустил, и этим самым мы ему говорим, ты несправедлив, я вообще-то нормальный парень, а вот ты там сидишь сверху, не видишь вообще, не знаешь, что я тут прохожу. И вообще это жена, которую ты мне дал. Понимаете? Это плотская природа человека, которая так реагирует, когда Бог задает вопрос, и вот Бог говорит Адаму, проклята земля из-за тебя, земля проклята, но Адам взят из-за земли, Бог взял землю, слепил Адама, и вдохнул его жизнь, и стал адам живой душой. То есть, ты проклят, будешь ползать всю жизнь, есть прах. А Еве, он сказал, будешь рожать в муках, тоже пришло особого рода проклятие. Бог никогда не планировал мучения для человека. Но опять же, через непослушание, через грех, пришло проклятие. Проклятие, это духовный закон, когда Бог уже не может высвободить благословение в твою жизнь, но проклятие начинает действовать, разрушение, уничтожение. И вот он это говорит, Еве, но в этом же стихе он говорит, я всеми не твоем положу вражду, вражду против семени врага, против семени Змея. И твое Семя будет поражать Семя Змеи в голову. Змея будет поражать, будет жалить тебя в ногу, но ты будешь поражать Змея в голову. Это очень мощное обетование, которое он дал уже в демском саду. То есть в этом скрывалась победа над той ситуацией, которая пришла через непослушание. И очень внимательно. Он не сказал это Адаму, он сказал Еве, он сказал Еве. Вообще-то Семя, ну если так по-взрослому поговорить, оно находится в мужском. В мужской части. В мужской части. У мужчины Семя. У женщины есть Ециклетка, которая принимает Семя. Но Бог не ошибается, он ничего не перепутал. Иногда нам кажется, что он что-то говорит, вот оно никак не вписывается в наши понимания, наши планы, в наши видения, или в наши плены, визионы. Но еще раз говорю, Бог никогда не ошибается. Скажи на это Аминь, чтобы тебе это вот просто понять, чтобы оно, знаете, когда мы говорим Аминь, мы утверждаем это в своей жизни. И он не ошибся. И Ева начинает от Адама. И Ева начинает от Адама. Семя от Адама. Ден Семя от Адама. И она не понимает, что это не то Семя, о котором Бог говорит. И она думает по человеческому. Она думает по своей logике. Она думает своей logикой. А, вот он, Каин. А, вот он, Каин. Он первенец. Он первенец. Его имя даже и переводится особенный. Да, что-то особое. Игра Божьей, которую Бог мне дал. Она возлагает все надежды на это Семя. И думает, вау, мы сможем вернуться. Это решение Божье. Но, как мы читали, как многие знают, родился после этого Авель, брат Каина. И Каин из Зависти. И из-за того, что плотская греховная природа, она взяла вверх над ним. Он убивает своего брата. Он убивает Авеля. Он убивает Авеля. И Бог говорит ему следующие вещи. Я еще раз говорю, если ты хочешь подтверждения из Библии, просмотри последние шесть проповедей, которые мы проповедовали. Здесь все есть на Ютубе. Я все, что вам говорю, это все из Библии. И Бог говорит Каину за то, что земля приняла кровь брата твоего. Проклят ты, Каин. Все естество человека теперь проклято. Не только плоть. Не только то, что взято от земли. Но полностью весь человек. Из-за того, что он пролил кровь своего брата. И Бог говорит, теперь кровь брата твоего взывает ко мне. Кричит о месте. Это духовные вещи. Это то невидимое, о котором мы в четверг здесь учили. Это те процессы, которые невозможно видеть и слышать нашими человеческими органами. Но Бог говорит, кровь Авеля кричит ко мне о том, что я высвободил проклятие. И я не могу это не сделать. Потому что ты сделал грех. Бог говорит, я хочу тебя помиловать. Я хочу тебя простить. Я не желаю смерти ни одного грешника. Но ты сделал этот выбор. Ты нарушил то, что тебе было сказано. И я не могу тебя сохранить теперь. Теперь не проклятся. И Каин изгнан из Божьего присутствия в землю изгнанников. Он потерял Босту. И на этом был очень трудный момент в человечестве. Ева и Адам, они были просто в шоке. Все их надежды пали все. Они надеялись на Каина. И написано через какое-то время. И написано через какое-то время. Зачела Ева вновь. Зачела и родила Сифа. Это следующий сын. И разобрав это местописание, мы сказали, что этим самым Бог показывает, как он может убрать вот это проклятие из жизни человека. Когда мы читаем родословную, от Адама до Иисуса, мы видим, что после Адама стоит не Каин, который являлся первенцем. который по всем законам имел право передачи наследства и всей власти. Но на том месте стоит Сиф. И Ева говорит, вместо Каина, вместо Авеля, вместо Авеля дал мне Бог новое семя. и мы увидели, что Бог может убрать из нашей жизни все родословные проклятия, которые пришли из поколений. вся кровь, пролитое нашими предками. Знаете, мой дед был на войне. Вы знаете, мой Großвотер был в войне. Он воевал с фашистами. Он воевал с фашистами. И он убивал людей. Он проливал кровь. Он был в войне. И я точно знаю, что через это приходит проклятие. В моей жизни все пришло на стока в тупик. Я несколько раз имел встречу со смертью в лицо к лицу. Я тонул, горел, когда мне было девять месяцев, я первый раз от пневмонии не умер в больнице. Я не могла сделать это то. У меня уже все вены пропали, потому что я настолько слаб был. Они не могли мне сделать укол. Потом где-то в голове я переворачивался на машине. Четыре раза эта машина через голову и там, где я сидел, то место было вдавлено до пола, сидушку раздавило, где я сидел, и я каким-то чудным образом вылетел в окно в Жигулях вот в такое окошечко. в жигулей русском авто это только Бог мог быть. Это только Бог мог быть. И я понял, что в моей жизни работает проклятие. И мне нужно было что-то с этим делать. Потому что Бог со своей стороны уже все сделал. Но мне нужно познание. Мне нужно понять, как это работает. И вот мы пошли дальше. И вот мы пошли дальше. То есть семя, которое было до Ноеви через Адама. оно не являлось тем семенем, которое Бог обещал Еве. Иначе бы Он пообещал это Адаму. А Он пообещал Еве. То есть Он говорит, Адам, ты с этим ничего общего иметь не будешь. Будет что-то другое. И вот Бог вначале ему приходится уничтожить все человечество за исключением одной семьи Ноя. Пришлось ему уничтожить. Вынужденно уничтожить. Потому что все человечество развратилось. все пришло в состояние греха, куда Бог не может высвободить свое семя. sein сомненьше не сомненьше. Вы понимаете, человек, который полностью погрязший в грехах, он не может соприкоснуться с Богом. Он умрет от Божьей святости. Поэтому Богу нужно было хранить человечество в святости, насколько это было возможным, для того, чтобы высвободить свое семя. И вот во времена Ноя все умирают, остается одна семья, от нее происходит новое человечество, и затем Бог находит Авраама. Авраама, человека, который поверил Богу. Человеку нужна Богу, ну и человеку тоже, нужна вера. Без веры Богу угодить невозможно. Угодить Богу, это сделать то, что ему угодно. И здесь две части. Первое, тебе от этого будет хорошо, потому что ты сделаешь то, что угодно ему. Но второе, ему будет хорошо от того, что ты сделаешь то, что ему угодно. И это возможно только через веру. И как мы разбирали в Писании, Авраам поверил Богу, и через веру он принял праведность. Бог вминил это Аврааму в праведность. Авраам восстанавливается праведность. И Бог находит человека, которому он говорит, потому что ты послушался, потому что меня 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 веру. Авраам даже подтвердил это не просто слова, но он принес своего сына в жертву. остановил его на горе, перед тем, как Авраам хотел убить Исаака. Авраам подтвердил Богу свою веру, что это не были просто слова. И вот Авраам говорит теперь Бог, всеми не твоем, будет благословение для всех народов. То, что Бог вложил в тебя через твою веру, это будет благословением для всех народов. это будет что-то очень мощное, необычное, и от Авраама начался народ еврейский. Это тот народ, который Бог избрал для себя. Он дал им закон. Мы видим множество жертвоприношений, которые нужно было совершать, для того, чтобы святость Божья сохранялась в этом народе. Это был Ветхий Завет. Сегодня мы живем в другие времена, туда мы еще придем, но я рисую эту духовную картину опять перед вашими глазами. План Божий, который сегодня до сих пор еще исполняется. И вот через эти жертвоприношения, через пролитие крови, через то, что они приносили в жертву Козлов, Овнов, их грехи прощались, грехи прощались и покрывались, но они не были искоренены из человечества. Но это помогло Богу, сохранить этот народ, который был attackован множество раз со всех сторон. Дьявол уничтожал этот народ и до сих пор дух антисемитизма, он пытается убить. Поэтому Бог сохранял этот народ. И когда пришла полнота времен, он пришел к Марии. И он пришел к человеку, он пришел к женщине, которая хранила себя, написано было, что она и тот мужчина, с которым она была, помолвлена, они хранили себя в чистоте, они были благочестивыми людьми. Они были благочестивыми ваты мэншен. И вот приходит Ангел Божий к Марии и говорит, Бог избрал тебя. Бог избрал тебя, чтобы исполнить свой божественный план, Бог святой сойдет на тебя и ты начнешь. Геист будет на тебя и ты примешь семя от самого Бога. То семя, о котором Бог обещал еще в едемском саду, о котором он обещал Аврааму, о котором он говорил в Пророках, мы все это читали, через тебя придет спасение, в этом семени будет благословение для всех народов. И вот рождается Иисус, вырастает, исполняет закон, проходит времена искушений в пустыне, дьявол искушал его, хотел склонить его, не послушанию, так же как он делал это с Адамом и Евой, в демском Он предлагал ему что-то, вместо того, что Бог ему дал, но слава за Иисуса, за то, что он остался верным Богом, он не пал в этом искушении, и он вернулся из Пустыне в Силе, для того, чтобы исполнить служение, и потом три года он ходил исцелял, воскрешал мертвых, проповедовал Царство Божие, делал учеников, и пошел на Крест, чтобы исполнить волю Бога Отца. Висайя 53 написано, что он взял на себя наши немощи, наши болезни, наши Krankheiten, наши грехи, и взял на себя, безгрешны, святой, святой, он взял это все на себя, и написано, но род его, кто изъяснит, род его, род это то, что из него родится, род это то, что из него произойдет, как мы понимаем, у Иисуса по плоти не было жены и не было детей, но он сказал, надо вам родиться свыше. В Иоанна 3 главе, когда начальник синагоги пришел к нему домой и говорит, слушай, ты супер проповедуешь, у тебя такие чудеса, люди меняются, люди исцеляются, я понимаю, что только Бог через тебя делает, ты не можешь сам такое делать, Иисус ему говорит, он его прерывает, Иисус не тянет на себя славу в этот момент, Он говорит, тебе нужно родиться свыше, как родиться свыше, спрашивает он, как это должно произойти, может ли человек снова войти в утробу матери, он ему говорит, нет, рожденное от плоти есть плоть, то, что рождено от людей, это человеческая часть, да, Бог вдыхает жизнь, без Бога не начало ничего быть и не может existить, но есть духовная составляющая нашего человека, духовная составляющая нашего человека, Бог является триединным Богом, Бог Отец, Сын и Дух Святой, по своему образу и подобию создал нас, мы являемся Духом, Душой и Телом, и все это в одной личности, и вот когда Адам согрешил, ему сказал, когда ты съешь от этого фрукта, от этого дерева, смертью умрешь, и если мы читаем Библию, мы видим, что Адам жил еще 900 лет, после того, как он съел, то есть физически он не умер в тот момент, но умер его Дух, я называю это орган, это в кавычках, понимите правильно, мне как-то надо это объяснить, духовно очень трудно объяснять, это не физически, это не связано с чувствами, это не связано с видимыми вещами, но как-то нужно это объяснить, поэтому я говорю, это как орган, потому связь с духовным миром происходит через Дух, происходит через Дух, и вот рожденное от Духа есть Дух, и Бог говорит, Иисус говорит, если вы не родитесь от воды и Духа, то есть вода это тело, или вода это еще как образ водного крещения, и Духа от Бога, то вы не можете видеть, и не можете входить в Божье Царство. Это все написано в Иоанна 3. Это все написано в Иоанна 3. Люди, многие ищут Бога, они даже приходят в церковь, но если им никогда это никто не объяснял, к сожалению, государственная церковь сегодня превратилась в какую-то религиозную я даже не знаю, как это назвать, не хочу никого оскорблять, но она не исполняет свое предназначение, свое призвание, она не дает возможность людям входить в Царствие Божье. Иисус сказал однажды фарисеям, фарисеи это религиозные люди, которые жили в его время, они знали Библию, они исполняли закон, они ходили в синагогу, которая являлась церковью на тот момент, Иисус тоже ходил в синагоги и проповедовал там, то есть это было церковью на тот момент, и он им говорит, вы сами не входите в Царствие Божье, и друг им людям не даете, которые ищут. И вот люди ищут, и им говорят, надо молиться, выучи на Иисус Отче наш, четыре раза в день, иисус сказал, если не родитесь от воды и духа, вы не не отчет, иисус раз в день, ты не можешь войти в Царствие Божье, иисус не в ней ты не можешь видеть, твои духовные глаза сердца, это твой дух, они закрыты, они мертвые, они мертвы, тебе нужен дух святой, тебе нужно рождение святое, без этого ничего не начинается, Без Него ничего не начало быть. И для этого Иисус пошел на крест. И из-за этого Он отдал свою жизнь. Для того, чтобы мы теперь, которые верят в Него, мы это в Галатам в 4 главе все разбирали по шагам, что мы теперь верующие в Иисуса, которые приняли Его, которые отдали Ему свою жизнь, мы теперь по вере, так же, как Авраам поверил, и это Ему вменилась праведность, так же мы теперь сегодня с Вами являемся сопричастниками, становимся Его семенем, становимся Его родом, становимся Его частью, то, что Он искупил, приобрел, через то, что Он пролил свою кровь на крест. Когда я в это верю, когда это в моем сердце, и я это исповедую, то я спасаюсь в этот момент, то я спасаюсь в этот момент, и Дух Святой приходит в мою жизнь, и начинает изменять мою жизнь, и начинает изменять мою жизнь. И вот мы пришли через все это, а еще один момент, еще один важный момент, Римлянам 8 говорит нам, что нет больше осуждения тем, которые живут теперь не по плоти, но по духу. То есть те, у кого дух живой, и они теперь водимые не своей греховной природой, захотелось мне вот, ну там много, палета большая, попить, покурить, поблудить, посмотреть порнографию, посплетничать, и так далее. Я не хочу это вдаваться. Все это исходит из греховной природы. И эту греховную природу, мы ее не можем полностью удалить из нас, потому что наше тело из земли, а земля проклята. И это проклятие действует через тело даже сегодня. Но написано, те, кто водимые Духом Святым, те, кто живет по духу, они по плоти. Дух выражается через послушание Божьему Слову. И если я так живу, я живу по духу. Дух Святой начинает меня водить. Дух Святой начинает посылать мне мысли. Дух Святой начинает вкладывать в меня желания. И я не противоречу от моей плоти. И они widerстребят моему плоти. Моя плоть так же, как и раньше, хочет грешить. Но я имею власть. Я могу избрать то, что мне предлагает Бог. И Бог предлагает. Благословение и проклятие предложил я тебе сегодня. Это написано еще в Ветхом Завете. И он говорит, если ты будешь слушаться глазу Господа Бога твоего, не просто букве, но глазу. Глаз говорит через букву. Поэтому мне нужно знать это Писание. Но Дух Божий начинает оживлять это Писание в моем сердце, в моем разуме, в моей жизни. И таким образом он начинает меня вести. Когда я читаю, что превозноситься, обманывать, сплетничать, это грех в глазах Бога. Эта информация проникает внутрь меня. И Дух Божий вдыхает туда силу. Теперь это семя, которое есть Слово Божие, которое так же есть сам Иисус, который пришел на землю. Оно внутри меня. И оно поражает семя змеи, который так же вот складывает в меня. Он тоже мне посылает мысли. Он тоже побуждает меня через желание. Он тоже побуждает меня через желание. А смотри, вот он так и так поступил. Да как так можно? И это просится с кем-то посусолить. Понимаете? И в этот момент я принимаю решение, кому я послушаюсь. Через послушание я утверждаю господство над своей жизнью. И даю право моему господину и это либо Бог через послушание духу, либо это Сатана, который берет власть через мое послушание против. Исходя из этого, я выбираю жизнь или смерть. Аминь. Аминь. Вы со мной? Аминь. 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 Я вообще куда-то меня несет. Я абсолютно не то, что я готовил, но есть Бог имеет место здесь быть, где Господь стоит. И вот мы пришли с вами. Целый час понадобилось, чтобы прийти. Несмотря на то, что мы четыре недели в этом были. Пришли в то место Писания, которое мы уже наизусть знаем. Первое Петра 2. Девять. Давайте мы его еще раз прочитаем. Но вы род избранное. Вот этот час, о котором я тебе сейчас рассказывал, то, для чего мне понадобилось десять лет, чтобы прийти в это Познание, для того, чтобы нам понадобилось пять, шесть недели, в которых мы уже пребываем в этом Слове. Это вот только одна вот эта Праза. Когда люди говорят, что они уже все знают, что Библия уже им надоела, и это все скучно, я им говорю, ребята, вы заблудились. Дух религии взял над вами власть. Религия это то же самое, что делаем мы, только в нем нет Духа Святого. В нем нет Жизни. Это все правила, законы, запреты, и даже может это иметь вид благочестия, но силы его отрекшиеся написано. Но силы нет. Не хочу грешить, а силы нет. Хочу Богу служить, хочу доброе делать, а силы нет. И ничего сделать не могу. Это религия. Это злой дух. Это божество. От него избавляться надо. Но вы род избранный. Но вы род избранный. Все это Бог сделал для тебя и меня, представляешь? Все, о чем я сейчас проповедую. Он избрал тебя. Если ты сегодня здесь и ты слышишь это послание, это не случайно. Если ты меня смотришь онлайн сегодня, это не случайно. Ты в Божьем плане. Бог предназначил тебя и избрал тебя еще до создания мира. И Он хочет, чтобы ты вошел в это призвание. Понимаете, призванным можно быть, но можно никогда никогда не стать тем, кем Бог тебя хочет видеть. Знаете, что вот на советском пространстве, на бывшем, там был такой закон, что все должны проходить военную службу. военную службу, военную службу, военную службу. И все юноши в 18 лет становились призванными. Вармию. Вармию. Но они никогда не стали солдатами, если они не пришли в военкомат, в эту часть, в этот Амт, не сделали обследования и им не сказали, годин вперед. 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 Ну, как сказать, пригоден. Вюдик, или бестанен. понимаете принцип сегодня тысячи людей я не побоюсь этого сказать они избранные Богом они даже слышали это и они может быть даже спасенные но они никогда не пошли дальше они может быть дошли до этого которые я вам сейчас рассказал но поймите, это только вход крест это только вход в Царствиебург это только вход в Царствиебург это только вход в Царствиебург и там столько всего там так здорово там все так круто и это все новое это все духовное это все духовное И вот люди, они пришли, молитву Покаяния прочитали, пару проповедей услышали и говорят, wow, я теперь Гидеон, Самсон и все вместе взятые, я тоже таким был. Но потом ты понимаешь, это написано без откровения и премудрости Божьей. И ты этого огромного Слона, ты его даже по кусочкам съесть не можешь, это просто нереально. Но ты впушаешь, и каждое Откровение, оно приносит жизнь, оно приносит Радость, ты смотришь в Вечность, ты отлепляешься от этого мирского, которое тебя так притягивает, приземляет. Все эти проблемы теряют вообще какой-то смысл. Ты думаешь, это было так важно когда-то. А сегодня это вообще не имеет значения. И когда оно свое значение потеряло, оно почему-то все решилось и все работает, не надо ни о чем заботиться. Ты думаешь, ты можешь вообще не о чем заботиться, а Бог заботится о тебе, он же ведь сказал, прежде всего, ищите Царствие Божие, а все остальное вам приложится. Когда ты в этом начинаешь расти и двигаться, это делает тебя свободным. Ты познаешь Истину. Ты erkеннешь die Wahrheit. Halleluja. О, Господь, куда мы сегодня идем? Да, куда мы сегодня идем? Наверное, мы еще зачитаем сейчас два Местописания. Я даже не буду трогать. Я не буду трогать то, что я хотел. Я вчера уже в группу закинул это. Кто не прочитал, у того еще будет время. Прочитайте. Прочитайте. Лист mal bitte. Числа. 4. Мозе. Von 20. bis 24. Даже можно с 20. прочитать. С 20. Капитля, с 20. Капитля, с 20. Капитля, с 20. Капитля, с 26. Прям возьмите себе и прочитайте. Это история. История того, как израильские народы, они вышли из Египта. Бог освободил их от рабства. И это прообраз того, как Бог спасает нас, от погибели в этом мире. Это является прообразом нашего рождения свыше. Когда Бог нас выводит из греха, из этой пропасти, из царства тьмы, в котором мы жили, в которой мы родились, в котором мы заблудились и так далее. И он хочет ввести нас в чудный свой свет. Это вот в этом стихе, кстати, написано. Это вот в этом стихе, кстати, написано. А пусть 2 Петра 9 будет на экране, пожалуйста. И они вышли из Египта. То есть они спаслись. Бог избавил от фараона. Бог избавил от рабства. Но дальше что? Бог повел их в землю обитованную. На этом не остановилось. Для кого-то остановилось. Кто-то в пустыне погиб. Я не буду вам все рассказывать. Читайте сами. Но я имею в виду, что это для нас прообразы. И чтобы нам понять, вот мы с вами пришли в этот пункт. Мы род избранный. Мы избраны. Царственное священство. И царственное священство, оно не становится само собой. В духовном мире тебе дан этот статус. Бог для этого уже все сделал. Через крест, через Духа Святого, который Бог высвободил на землю. Ты можешь стать этим человеком. Через познание. Мы читали во 2 Петра 1 главе, что нам все даровано через Иисуса Христа. Все через Него уже даровано. Мне просто нужно это познать. Мне нужно через веру из духовного принести в мою жизнь. Душевную, физическую. Чтобы это стало видно. Чтобы я не остался только в статусе. Потому что таких христиан сегодня миллионы. Они все провозглашают. Я Божье Дитя. Я там народ избранный. Царственное священство. Но когда ты на их жизнь посмотришь, к сожалению, это не так. Потому что они не пошли в этот образ, в который нам нужно преображаться. И здесь так и написано, 1. Иоанна 3 со 2. стиха. Давайте прочитаем. Первое послание Иоанна, 3. Глава. Вот Иоанн тоже проповедовал, объяснял, люди в это уверовали, люди помолились, отдали свою жизнь Христу. И вот теперь он им говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Нам дан этот статус. Но еще не открылось, что будем. Не открылось еще. Для многих оно закрыто еще. Почему оно закрыто? что Бог спрятал, Бог закрыл. Нет. Но Богу нужна вера. Откровение вместе с верой или через веру. Это является ключом. Я уже об этом проповедовал. Это ключ для того, чтобы открыть то, что нам даровано. И вот он говорит, еще не открылось. И вот он говорит, это еще не открылось. Мы знаем только, что когда открыется, будем подобными ему, потому что увидим его, как он есть. Но мы будем ему gleichgestаттить, потому что мы будем видеть, как он открылся. мы будем становиться подобными ему. Мы будем преобразаться. Мы будем научить его. Мы будем познавать ему. Как можно стать подобным кому-то. Как можно стать подобным? Мне нужно знать, кто он. Мне нужно знать, какой он. и хотеть стать таким, как Бог. Мы увидим его. И это не имеет в виду, когда мы приходим на небеса. Нет. Да, что здесь написано, которые, которые сердцем, Бога узрят. А, те, которые избавятся от грехов, те, которые избавятся от злости, те, которые избавятся от всех своих привычек, и это все не от себя, не от своих сил, но посредством именно Креста. Когда я прихожу к Нему и понимаю, что грех может быть удален, только через пролитую кровь в Иисусе на торговском Кресте. Потому что написано, возмездие за грех, это смерть. Для каждого твоего греха, для каждого моего греха, для каждого моего греха. И Писание говорит, если мы говорим, что у нас нет греха, то мы лжицы, у нас нет истины. Мы все равно, рано или поздно, вчера, сегодня, мы согрешаем. Наша греховная плоть все равно где-то простреливает. И где-то мы соврали, где-то мы превознеслись, где-то мы что-то еще сделали, не так, как угодно Богу, или не сделали то, что надо было сделать. Писание говорит, что добро делать надо, и не делающие греха, и не делающие греха. Я ничего плохого не делаю. Я ничего плохого не делаю. Ну классно. Это только первая часть пармезонского балета. Мы увидим его, когда мы начнем работать со своим сердцем. Мы увидим его, когда мы начнем работать со своим сердцем. Когда он нам будет показывать, Через Слово, через обстоятельства, через людей, которые нас там... Цель всего этого не издеваться над нами. Когда ты к врачу приходишь к зубному, я вот был на этой неделе, на пломба вывалилась, он тыкает туда, и это больно. А зачем он это делает? Почему он делает это? Он хочет узнать, где проблема, где боль, где воспаления. И так же твои обстоятельства, они тыкают куда-то, аааааа, и мы начинаем в ответ. Представьте, мы зубно встали, и дал ему в ответ. Ну что, он же более здесь делает. Или забрал у него эту палку, сломал, выкинул. Мы так себя в духе ведем иногда. Мы хотим побить этот инструмент, который Бог сейчас держит в своей руке. А он-то показывает нам наше сердце. И когда мы отворачиваемся, когда мы опять возвращаясь в тему, выбираем плоть. Плоть всегда оправдывается. Плоть не признает свои грехи. Она не признает свои проблемы. Она прячется, как Адам спрятался в кустах. Но проблема не решается от этого. Но проблема не решается от этого. Проблема Адама не решилась, когда он в кустах сидел. Проблема Адама не решилась, когда он в кустах сидел. Может, за страху, что там делал в кустах. Я не знаю, что он там делал. Это религиозный дух. О, как ты можешь о таком говорить? А что здесь такого? Это есть в моей жизни. Зачем мне скрывать это? Иногда я тоже прячусь в кустах, и страшно там становится. И пахнет невкусно. Потом пойму, что там сидеть бесполезно. Пустая трата времени. И когда ты понимаешь, что там в кустах, что там просто все жизнь просидеть, там ничего не изменится. И выползаешь оттуда, идешь, понимаешь, что прощение, избавление, освобождение, оно на кресте. Оно в Иисусе. И ты идешь туда, и ты говоришь, Господь, да? Никто не виноват. И даже если кто-то виноват, я за него ответственность не несу. Я несу ответственность за мое сердце. За мои решения, за мои реакции, за мои чувствования, которые там поднимаются, за мои желания, встать и заехать. Иисус молился за своих. Кто его распинал, да? За пайнеры. Он молился за них. В его сердце не было зла. Он говорил, Отец, прости им, ибо они не знают, что творят. Вот это чистое сердце. И туда нам надо стремиться. Оно не приходит просто само по себе, понимаете? Многие вещи Бог убирает. И когда мы в следующий раз пойдем в эту тему, которую я приготовил, вы увидите, что Бог разбирается в той сфере, куда мы не имеем доступа. Мы даже понятия не имеем, что там происходит. Вот мы молимся, разрушаем проклятие, провозглашаем прощение, провозглашаем, что дьявол потерял власть, потому что кровь Иисуса пролилась. Она заплатила за этот грех. Смерть была принесена, как жизнь Иисуса была принесена. Это была Его смерть на Христе. То есть сполна заплачена цена. Поэтому сегодня я не должен жить в этих мучениях. По вере я получаю прощение. Амин. Это моя свобода. Это теперь не означает, что я вышел и опять пошел то же самое делать. Написано, что мы должны хранить себя. Когда блудница согрешила, ее хотели побить камнями. Бог сказал ей, Иисус сказал ей, я не осуждаю тебя, я прощаю тебя. Иди, но впредь не греши. Теперь твоя ответственность, что ты с этой праведностью будешь делать? Может быть, ты уже пять раз упал на одном и том же. Но у тебя всегда есть возможность вернуться ко Кресту. В покаянии. В осознании. В осознании. Что такое покаяние? Как Бог прощает грехи? Я прихожу к Нему. Я признаю, что у меня проблема. У меня грех. Я не послушаюсь. Бог мне говорит, не отвечай злом за зло. Он говорит, кто раньше крал, впредь не кради. Кто раньше лгал, теперь не лги, но говори истину друг другу. Это Божье повеление в мою жизнь. И если это в моей жизни проскакивает, это грех. Это непослушание Божьему Слову. Я становлюсь виновником. И в этот момент опять меняется мое господство. Я теряю господство Бога. Под его господством я в безопасности. Под его господством я в благословении. Под защитой. Под обеспечением. Под исцелением. В нем находится все, что мне нужно. Но как только я выпрыгиваю из-под его господства. Через бед. Дьявол начинает господствовать в моей жизни. И он говорит, возмездие за грех. Смерть. И смерть, это не обязательно, потому что ты сразу упал замерз. Болезнь, это начало смерти. Нужда, это начало смерти. Те, у кого нечего кушать, не умирают с голоду. Нужда, это начало смерти. И вот смерть начинает действовать. И тот начинает начать, свою вершинность не умирают. И доколи за грех не принесена цена, который установлено в Писании, это духовный закон. Это даже Бог не нарушает, хотя он Бог. не умирают. И это почему Бог такой злой? Почему он это допускает? Потому что он себя отречься не может написано. Он верный Бог. И то, что он заложил в своем Писании, он сам подчиняется этому слову. сам подчиняется этому слову. И если он сказал, возмездие за грех, это смерть. Но он не хочет твоей и моей смерти. Поэтому Иисус пошел на крест. Он взял на себя наши грехи. И он дает освобождение, прощение. Его смерть была платой за мой грех. Потому что в нем не было греха. ему не надо было умирать. Дьявол нарушил духовный закон. Понимаете, как произошло спасение? Дьявол нарушил духовный закон. Он убил Иисуса, который не согрешил. Он не сгибил. Аминь. И теперь Бог имеет право за то, что Иисус заплатил. Он говорит, теперь ты, если ты веришь, я даю тебе это бесплатно. О, это сильно сейчас. Я понимаю, что сейчас откровение пропитывает кого-то очень мощно. спасибо тебе, Господи. Спасибо тебе, Господи. И всякие, имеющие сию надежду на Него, это послание Иоанна, первое, третье, третий стих, следующее, мы читаем. 1 Иоанна 3, 3. И Иоанна, который очищает себя так, как он чист. Аллилуйя, он чистит. Иоанна, как он чистит. Почему мы здесь собираемся? Почему мы не собираемся? Что нам делать нечего? Я всегда говорю, ребята, я бы нашел кучу, каких-то дел, развлечения, мы не просто здесь шоу, шоу или вероанстальтон, мы хотим вникать в Слово, мы хотим очищаться, так как он чистит. И потом, уходя отсюда, мы применяем то, что нам здесь сегодня открылось, в своей повседневной жизни. И когда это начинает работать, мы начинаем видеть его, какой он есть. О, если ты его один раз увидишь, ты никогда от него не захочешь уходить. Он настолько прекрасен, он настолько чудесен, он настолько добр, в его присутствии настолько мощная любовь, принятие, счастье, ты нигде такого не найдешь. Ни какая наркота этого мира не может сравниться с его присутствием. Дрога может быть с его Gegenwart сравнивать. Аминь, аминь. А всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И каждый, кто ссюнда делает, он тоже ссюнда, он тоже ссюнда, и ссюнда и ссюнда, и ссюнда, и вы теперь знаете, пятый стих, да, я добавляю, теперь вы знаете, кто не знал, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. и всякий пребывающий в нем не согрешает. кто, кто покинет, да, убедит, н я думал, надо десять заповедей на изусе выучить. Меня так научили. Я думал, что если я один раз согрешил, то мне хана теперь, меня камнями надо побить. Так было в Ветхом Завете. Но мы сегодня перешли. Мы сегодня по ту сторону Христа. И другие законы работают. Другие методы работают. Бог не изменится. Он так же ненавидит Грех. Он так же хочет его искорить. Но теперь у него есть возможность, отделить Грех от человека. Раньше это не было возможно. Потому что Иисус еще не заплатил этот Центр. И Бог у приходилось, уничтожает человечество. Он не мог по-другому. Он не мог по-другому. Он не мог по-другому. Хочешь не грешить, пребывай в нем. Ты не сможешь по-другому. Ты не сможешь по-другому. Понимаете, когда в его присутствии, обновляется наша Совесть, обновляется твой человек. Ты не сможешь по-другому. Ты не сможешь по-другому. Ты не сможешь по-другому. Твоя Совесть начинает тебя мучить. Я помню, когда я один-единственный раз после моего покаяния покурил траву. Я сначала был... Все там здорово, смешно опять. А потом я вечером пришел домой. Я помню, еще всех выиграл в покер. Мы были там в шпилотеке. Всех выиграл. И эти... Э, так нечестно! Теперь Бог за тебя! Он тебе карты там подрежет! Потому что я всем проповедовал о Боге, даже в том состоянии. И они реально думали, что это Бог, который мне помогает карты выиграть. Ну, может, так и было. Я не знаю. Бог во всем прославляется. Но потом я пришел домой. Я лег спать. Я стал один на один с собой. И тут святой пришел. Он просто сел рядом. Он просто сел рядом. Я его не видел. Я даже не чувствовал. Я ничего не понимал. Это сегодня я смотрю назад. И я понимаю. Его присутствия пришло. Свойне пришло. И внутри меня. Как ты мог? Как ты мог? Он пролил свою кровь за тебя. Он пролил свою кровь за тебя. Ему стоило это жизнь. Да, это было... Это было... И ты так легко переступил сейчас. И ты так легко переступил сейчас. Для Prima pers// Ты продал самое красное, что у тебя было в жизни. Верд dedans. Я всю ночь провел на коленях. Всего с Contых. Я ушел вREдани. И сказал. Господь, никогда в жизни. никогда в жизни я не притрою в Большой Гетово. Прибывай в нем. Возволь ему притих в твою жизнь. И убегай от него, когда он тебя обличает. Это неприятно. Это больно. Это угрожает тебя в угол куда-то загоняет. Это тряпит тебя в определенную Экку, но реагируй духовно. Он все это делает, только для того, чтобы избавить тебя, чтобы он тебя избавить. Он хочет забрать это все. Он взял на себя наши Немаши. Немаши, когда я сам не могу. А он приходит и говорит, я за тебя это понесу. Отдай мне это тебе. Ты признаешь, что это ты. Ты признаешь, что это твоя проблема. Понимаешь, что это тобой господство. Понимаешь, что без тебя, без меня ты не справишься. Да, Господи. Отдавай ты мне. Я понес это на Крест. Оно перестанет владеть на тобой. Это наш Jesus. Это его освобождение. Это не Религия, которая запрещает тебе грешить. А твоя внутренность, твоя природа все равно продолжает хотеть. И ты как пружина, которую растягивает, ты потом пау, выстрелила. И ты опять упал в грех. Это Религия. Иисус не такой. Иисус не такой. Аллилуйя. Римлянам 12 мы еще откроем с вами. Лас нас nochmal Римлянам 12 öffnen. Римлянам 12. Римлянам 12. С первого стиха. Итак, Йоанн говорит. Бог говорит через это местописание. Вы уже родились. Если вы родились. Если вы еще не родились. Если у вас есть сомнения. Я проповедую. Ты говоришь. Я не уверен, что со мной это произошло. Мы будем молиться. Будем молиться этой молитвой. Ты сможешь отдать свою жизнь Иисусу. Ты можешь пригласить Духа Святого в твое сердце. Сделать Его своим Господом. И Иоанн говорит. Вот вы теперь дети Божьи, когда вы родились. Вы знаете, ребенок, когда рождается, он мало что понимает. Он как бы нуждается в опеке. Он нуждается в заботе. Ему нужно вырасти до определенного возраста, чтобы он сам начал ходить, говорить, и так далее. Вырастает, начинает что-то делать. Затем начинает жить самостоятельную жизнь. Вот так же в духовном мире. И Иоанн говорит, дети, вы родились, но еще не открылось, то, что будете. Вам нужно начать расти. Да? И здесь вот Павел говорит, что нам нужно делать для того, чтобы этот процесс, который начался или начнется, чтобы он, ну, принес результат, был успешным в твоей жизни. Он говорит, итак, умоляю вас, братья и сестры, я добавлю от себя, потому что во Христе нет ни мужского, ни женского пола. В духе мы имеем одну, да, и он говорит, милосердием Божьим, да, он говорит, я не заставляю, я не навязываю, я не манипулирую, но он говорит, я милосердием Божьим. Умоляю вас, да, предоставьте тела ваши в жертву живую. То есть для того, чтобы Иисус стал Господом в твоей жизни. Господь это означает правитель. Это тот, кто управляет твоей жизнью. Есть разница между Спасителем и Господом. Спаситель это тот, кто спасает. Господь это тот, кто господствует. И в Псалме 22 написано, Господь мой пастырь добрый. То есть его господство, оно не такое, как в этом мире. Оно не доминирующее. Оно не диктатура. Оно не манипуляция. Но его господство, оно доброе. Написано, в нем нет никакой тьмы. В нем нет ни тени перемен. В нем нет никакого зла. В нем нет никакого зла. Но ему нужно, чтобы мы предоставили ему себя. И это есть моя жертва. И это мне что-то стоит. Это меняет мой ход жизни. Это меняет какие-то мои привычки. Это меняет облаф, как по-русски. Распорядок дня моего меняет. Если раньше я вставал. А, мне нечего причесывать. Окей. Зубы почистил. Попил кофе. Кафе getrunken. И на работу. Сегодня я беру время для молитвы, для того, чтобы пребывать в нем. Хорошо, когда весело. Когда так. Мне интересно. Вообще, пастор мой говорит, я боюсь серьезных проповедников. Если проповедник не шутит, то в нем нет радости. Царствие Божие это также и радость в Духе Святой. Поэтому мы рады. Аминь. То сегодня мне приходится жертвовать этим временем. Если раньше я по воскресеньям с похмелья валялся дома, возле телевизора, приходил в себя или напивался, когда уже вообще все было без разницы, то сегодня, на воскресенье, я иду сюда. Но сегодня, на воскресенье, я в 6 утра уже обычно просыпаюсь и готовлю к проповеджу. Я в 6 утра уже уже готовлю, и тогда я готовлю к проповеджу. Это жертва. И она добровольная. И никто на нее не заставляет. Меня никто на нее не заставляет. Меня не заставляет. Она пришла из понимания того, что это важно и нужно. Что через это моя жизнь обретает смысл. Через это мой Бог пребывает со мной. Потому что я предоставил ему себя. Он предоставил мне себя. Он предоставил мне себя. Когда он пошел на крест. А теперь моя очередь. И это жертва живая. Мне не нужно умирать. Она приносит жизнь. Это bringt das Leben грех. И это сделал для нас Иисус. Но также жертву приносили. Жертву благодарения, например. Жертву для того, чтобы Бог начал говорить к человеку. Странно как-то. Что мы покупаем Бога, даем ему жертву. А он нам на эту жертву. Он говорит нам это духовные законы. Зачем Авраам должен был принести Исаака в жертву на Кур. Что Бог так не мог благословить. Ну просто давайте начнем размышлять. Писание говорит, в вере вашей покажите рассудительность. То есть размышляйте. Зачем только в Главе демократичность. Нет. Богу нужно было проявление веры Авраама. И тем, что он принес своего сына. И он его не убил. Бог остановил его в последний момент. Он дал ему вместо сына. Баражка. Поэтому жертва живая. И Яков это живая жертва. Исаак, извините. Исаак жертва живая. И мы себя предоставляем в жертву живую. Мы готовы умереть для себя. Мы готовы умереть для своей старой жизни. для своей греховной природы. И в этом выражается жертва. Но она в первую очередь живая. Во вторую очередь святую. все, что ты приносишь Богу, он освящает. Через жертву приходит освящение. Через жертву Иисуса приходит освящение. Через твою жертву приходит освящение. Потому что огонь Духа Святого сходит на тебя. И он очищает тебя от всякой неправы. И затем эта жертва становится благоугодной Богу. Для разумного служения вашего. Да? Мы во втором Петра, в первом Петра, во второй главе, в девятом стихе, мы читаем, что Бог сделал нас народом избранным, святым, царственным священством, взял в свое дело. То есть мы стали его частной собственностью для того, чтобы мы теперь провозглашали его совершенство. Да? Распространяли благую весть Божьего Царства. То есть это и есть служение Бога. Все, что здесь происходит, как служение Бога. Не просто, знаете, я прихожу сюда в первую очередь, я ищу Бога, хочу его переживать, чтобы он действовал в моей жизни, но я также служу Богу, я служу ближнему своему, и моя цель, это не просто красивую проповедь здесь выдать, это не просто, чтобы вам было интересно, хотя в этом нет ничего плохого, и я хочу, чтобы это было, но моя цель в первую очередь, чтобы вы через эту проповедь увидели его, увидели его путь, чтобы вас это активировало веру, побудило вас к действию, и это есть распространение, и это есть распространение, правосглашение его совершенства, я его рекламирую здесь, ему вся слава, ему вся хвала, через него все начало быть, и без него ничего не будет, если я здесь себя начну рекламировать, его здесь не будет, и без него не будет ничего, и так же в вашей жизни, если его не будет, то все начинает разваливаться, и вот благоугодное Богу для разумного служения вашего, это и есть служение наше, распространение Божьего Царствия, и все, что здесь происходит, здесь надо воды налить, чтобы у меня голос был, это тоже для этого, здесь надо пол помыть, чтобы мы тут не утонували, в грязи, то уже дети они так нормально здесь, сегодня какая-то странная вот первое служение, когда нет ни одного ребенка в церкви, уже есть, ну, то есть все делается для того, чтобы исполнилась одна цель, Иисус Христос должен быть распространен и прославлен и через него должно быть Божье Царство в жизни. Если мы это понимаем, то мы начинаем думать по-другому, мы начинаем говорить по-другому, мы начинаем жить по-другому, это есть прежде всего ищите Царствие Божьего, а все остальное вам предложится. И дальше он говорит, как это, что для этого нужно делать. Не сообразуйтесь с веком Сим. Не сообразуйтесь с тем, что сегодня в мире происходит. Не надо угождать всем там, кто что-то предлагает, хочет, требует. Не надо слушаться всего того, что там тебе говорят. Понимаете, сегодня потеряли вообще все рамки, все разумные какие-то понятия в мире. Сегодня детей в садике уже учат, мужчина или женщина. Куда так топить? Это беззаконие на высшем уровне. И я не собираюсь этому послушаться. Два года назад нас заставляли колоть себе эти Прививки по пять штук. Куда так топить? Это моё здоровье. Я решаю, жить или умирать. Я желаю, будет это мне вколот или нет. Я решаю, будет это мне вколот Манипуляция хотели согнать туда. Я не должен этому послушаться, если мне Бог это не говорит, не открывает. Его слово превыше всего. Когда я начинаю идти на компромиссы, я опять теряю его господство. Я слушаю кого-то больше межлибо. Я всегда говорю, моя власть как пастыря, как мужа, как служителя, как старшего брата духовного заканчивается там, когда я начинаю требовать того, что не написано в Писании. Это вот, ну, как защитить себя от Манипуляции. Как защитить себя от Манипуляции? Потому что манипулируется сегодня через все возможные методы. И в церкви манипулируется. Сегодня достаточно церквей, где пастыря выставляют себя в качестве Бога и требуют от людей всего послушания без условного, без вот я так тебе сказал, я твой пастырь, поэтому ты должен так делать. Это полный абсурд. Если я не требую от тебя того, что требует от тебя Бог, в рамках любви, ты не должен меня слушать. Ты можешь мне сказать, отдыхай, Мазёва. не сообразуйтесь с веком Сим. В этом веке тот, кто сильнее у того и власть, тот, у кого больше денег у того и власть, тот, кто наглее у того и власть, кто громче у того и власть. Это этот век. Но написано Иисус, Иисус несложил в ответ. Не было в Устах его ничего плохого. Он уничижил себя. Он отложил свою божественную природу. Я готовился к четвергской проповеди, к учению и получил откровение. что Бог не живет где-то в небе. Он сотворил небеса. Он не помещается в небо. Он настолько велик. Он сказал Бог и оно начало быть. Оно начало быть. Это начало существовать. Какое могущество. Какое могущество. Одно слово. Одно слово. Он говорит, если не усомнитесь в сердце своем, он говорит, если не не в сердце и скажите горе в море, то обещаю вам, то обещаю вам, то обещаю вам, будет вам так. Это Бог так делает. Он нам свой пример является. Он и вот этот великий Бог уничижил себя до вида раба и до крестной смерти, до самой позорной смерти. Это была самая позорная смерть в том времени. Это самая мучительная смерть, когда прибивали живого к кресту. Это было тяжелым свидетелем, когда он живого человека на кресту и через то, что человек со временем повисал, он не мог себя держать, потому что ноги его тоже были пробиты гвоздем, всегда когда он подтягивался кверху, пронизывающая боль в ногах, пронизывающая боль в руках и из-за того, что он провисал, его легкие сжимались так, что он не мог дышать. Дыхание перекрывалось в этот момент, пережимались все кровеносные процессы, которые здесь происходят в сердце, и человек просто умирал, часами мучаясь, прежде чем умереть. Самый страшный смерть. дыхание было забрано у него. Дыхание это дух. Дыхание это дух. Когда Бог сотворил Адама, он сжимался, он И написано, и вдохнул в него дыхание. И стал Adam душой. И там wurde Adam eine lebendige Силе. И написано, кто из вас хочет быть первым? И написано, кто из вас хочет быть первым? Да будет из вас с любой. Слугой. Для всех Слугой. Это слова Иисуса, когда он мыл ноги ученикам. Он говорит, если я ваш Господь, как вы говорите, и это так и есть, и ученик не может быть выше Господина, то он говорит, я вам помыл ноги. Я показал вам пример. Я не посчитал это за понижение за такое, знаете, чмо какое-то там, лох, я не знаю, как это назвать, простите меня за эти выражения, я других просто не знаю, с чем это сравнить. Он говорит, это не так, это неправильная природа, неправильное учение, неправильное восприятие, когда ты для кого-то становишься слугой. Ты в этот момент не становишься хуже всех каким-то шнырём. В этот момент ты становишься выше в глазах Бога. И Бог начинает тебя поднимать. Бог начинает тебя ставить туда, куда ты сам не сможешь забраться. И дальше написано, когда ты не сообразуешься с веком всем. Откройте, пожалуйста, снова Римлянам 12 факт. Когда ты отделился, ты принял решение, я не буду больше так действовать, как действует греховный закон этого мира, применяя зло, насилие, но я подчиняюсь Божьему Духу, который действует из любви. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обновляйтесь. Обновляйтесь. Старое должно уйти. Обновление должно прийти. Обновление в сердце. В первую очередь дух должен поменяться. злой дух, нечистый дух, он должен в первую очередь уйти, потому что из невидимого произошло видимое. В четверг мы здесь изучали. Приходи в четверг, это очень благословенно. Если хочешь иметь полноту, приходи в четверг в семь часов. И вот дух должен поменяться. Господство в духе должно поменяться. И тогда начинает меняться твое сердце. Начинает меняться твой разум, когда ты предоставил себя в жертву и отказался жить по законам этого мира. для чего это нужно? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Хочешь жить хорошо? Хочешь жить в достатке, здоровым, радостным, без депрессии? Я был самым депрессивным человеком. Мне так кажется. Не знаю, может быть, это может быть. Я в такую депрессию через алкоголь и наркотики пришел, что я не мог на улицу выйти просто так без чувства стыда и какого-то страха без чувства и какого-то страха идти куда-то в бассейн для меня было издевательство над своей душой. Я не мог находиться в обществе. Моя внутренность кричала, ты грязный, ты плохой, ты греховный, ты судьба и это все оно просто сжирало изнутри. Я понимал, что это правда. Я понимал, что я ничего с этим сделать не могу. Мне было стыдно ходить к моим родителям в гости, потому что я там делал вид, что все так нормально. А внутри меня я не мог сам себя обманывать. Наверное, это является вот таким важным элементом жизни человека, которые находят путь к Богу, они не могут обманывать сами себя. Когда-то они просто признают и говорят. И вот в тот момент, когда я понял, что Бог не злой, Он не хочет наказывать меня за мои грехи, Он вынужден это делать по своему закону, а Он хочет меня простить, Он хочет меня от всего этого избавить, Он хочет дать мне новую жизнь, и Его воля есть благая, угодная и совершенная. Можете прочитать. Вам плохо видно, да? Надо бинокль приносить. Я шучу. Не, можно Библию с собой приносить. Это тоже здорово, когда читаешь в своей Библии, можно отмечать какие-то вещи, которые касаются, размышлять над этим дома. И вот сегодня я так понимаю, что проповедь я свою пока отложил. Я понимаю, что Бог хочет сегодня что-то другое. Он хочет предложить сегодня тебе свою жизнь. Где же я это читал? Вот, слава Господу, нашел. Да. Числа девятая глава. Четвертая. Фирта Моза. С первого стиха. Это еще та же история о Евреях, которые вышли из Египта. То есть они услышали Слово, они увидели Бога в действии. Я верю, что сегодня и последующие дни, с кем-то это произойдет, люди переживут реальное прикосновение Бога в их жизни. И вот они вышли и они идут в землю обетованную, которую Бог им обещал. Идут в то призвание, идут в то предназначение, которое Бог для них приготовил. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли египетской в первый месяц, говоря, во второе год по исшествии их. Хочу подчеркнуть, это не сегодня на завтра. Они уже второй год ушли и второй год они уже ходят и они еще не пришли туда. Я не хочу тебе пророчествовать долгий срок, но я хочу показать, что есть сроки, которые нельзя перепрыгнуть. Ребенок не может за год вырасти на 10. Он в 10 может быть таким, как он должен быть в год. Такое бывает, к сожалению. если нет развития, если нет правильного ухода, если нет правильного питания, если нет правильного питания, то же самое. Чем лучше ты ухаживаешь за своим духовным человеком, позволяешь духовным людям также заботиться о тебе, то ты быстрее вырастешь, сможешь сам ходить и так далее. А если не будешь себя кормить, не будешь себя питать, не будешь иметь постоянного общения, контакта с Богом, с верующими, то и в 10 лет можно быть на уровне года. И к сожалению, это не редкость в церквах. И второй момент, который хочу здесь подчеркнуть, они были в пустыне синайской. Пустыня это не очень приятное место. Там сухо, там мало растений, там мало животных, то есть там практически нет жизни. Пустыня это вообще такой прообраз безбожьего места. И вот он им говорит, пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время. Второй стих. Он им не говорит, сделайте сцену, крутое прославление. Он им не говорит, совершите Пасху. Пасха это закланный агнец, который был заклан за наши грехи. Это Иисус. В назначенное для нее время. Я верю, что для тебя Бог назначил сегодня время. Если ты здесь, сегодня многих нет, почти полцеркви сегодня нет. Ты здесь. Наверное, это для тебя. В четырнадцатый день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, во всем постановлениям, по всем обрядам ее совершите ее. Сделайте так, как должно быть. Быстро переводим, чтобы не застревать здесь. И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, четырнадцатый день месяца вечером в пустыне синайской, во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевым. Шестой стих. И были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день. И были и и и и и и и мертвым. Стоп, Половинку только. Да. Были люди, которые прикасались к мертвому и они от этого осквернились. В законе Моисеевом написано, который он дал еврейскому народу. Тот, кто прикоснется к мертвому, тот считается нечистым до захода дня или даже семь дней там было. Я уже сейчас точно не помню. Но этот человек считался нечистым. Он не имел права прикасаться к святым. Это было запрещено. Но эти люди, они понимали, они понимали, я нечистый. По законам мне нельзя. Но здесь срабатывает в них вера. здесь работает вера. Знаете, как мне трудно было прийти в церковь. У меня было навязано неправильное мышление вот здесь. мне всегда говорилось, вот, ты должен сначала прийти в порядок, тебе нужно привести свою жизнь. Я приходил в православный храм, и там ты смотришь, если у тебя, если ты женщина, косынки нет, то тебя уже туда не пускают. Ты должен что-то с собой вначале сделать. Ты должен как-то быть подходящим. для того, чтобы войти в Божье присутствие. Иначе нет, тебе нет доступа. Ты недостаточно хорош. Ты недостаточно свят. И вот здесь эти люди, они понимают, у них, наверное, кто-то умер дома. Может быть, там было миллион людей на тот момент. 2,5 миллиона не считая женщин и детей вышли из Египта. Это серьезное общество. И там кто-то умер в этот день. И они вынуждены были хоронить, у них были обряды похорон, они прикасались к мертвецам. И вот так же и мы в нашей жизни мы соприкасаемся с грехом. Мы соприкасаемся с нечистотами. соприкасаемся с нечистотами. И это может быть мы сами согрешаем. И мы получаем этот статус негодяй. Не имеешь права. Ты не прикасался к мертвому. Но в них что-то сработало. это дух, который побудил их. И они пришли к Моисею и Арону в тот день. Они пришли к священникам. Они пришли в церковь. Мы сегодня здесь священники, которые исполняют служение Богу. И сказали ему те люди, мы не чисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Но для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых? Пасху Пасха это как раз и есть очищение от грехов. Знаете, для меня всегда какая-то была загадка, какой-то тупик, в некоторых церквах они заранее предупреждают, что будет хлебопреломление и говорят, приготовьте ваши сердца, чтобы вам прикоснуться к святыне. Я всегда говорил, так Пасха это есть то, что за мой грех принесено. Как мне приготовить сердце для Пасхи без Пасхи? Я никогда этого не понимал. Но я делал, все так делали. Но я так делал, потому что я так делал. Я говорю, я, 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 а внутри нет ни понимания, ни осознания, ни веры. Понятно, что если человек живет во грехе, Бог его обличает, конкретно предупреждает, но человек упорствует, продолжает в непослушании жить и пренебрегает всем и в таком состоянии он приходит, и прикасается к святыне, тогда ему будут проблемы. Потому что он стал частью греха. Он соединился с грехом через свое решение добровольное. Но если человек понимает, но если человек понимает, я так не хочу жить, я не хочу продолжать жить во грехе, я хочу святысти, я хочу познание Бога, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, так как она ему угодно. то, отлично Эрс